В этом видосе я забыл переключиться между режимом стрима и режимом обычной записи, поэтому снизу у вас будет вот эта вот полоса, которая обычно у меня на стриме с донатами и прочей хернёй. Не смущайтесь, я просто забыл переключить. Смотрите дальше, всё в порядке. Здарова, пацаны, с вами Базик, и сегодня я удаляю Клуб Дьюти ВВ2. И ничего же не поможет. Ничего. Вышел целый духуя патч, который полностью передерывает дивизии. Вышел духуя патч, который делает новые перки, которые вроде как даже позволяют смотреть на крысичьих врагов. Вот, например, перк Тайна Агена, по сути сейчас, блин, почти в каждом классе у меня стоит. Везде три модуля можно поставить, в Infantry можно поставить аж четыре модуля, просто вот так умеем обмазываться. И знаете, первое время даже было весело, все как-то перестали крысить, все начали бегать, но прошло три дня, и все начали крысить снова. И весь этот апдейт просто идет нахуй, ничего не помогло. Вот, все вернулось на круги своя. Я сразу понял, что, наверное, не стоит делать видос сразу же, через два дня после того, как вышел апдейт. Надо поиграть в него хотя бы недельку, сделать какие-то выводы. Вот я выводы сделал. Сейчас я пойду, поиграю в обычную команду бой, и покажу, что веселье здесь, ну, просто ноль. Почему в моде в Фэйр Мастер был весель, почему в Infantry в Фэйр было веселье, в Black Ops 3 было веселье, а здесь его нет. Что я делаю так? Блядь. Я теперь так и не знаю, чтобы там ящики выпало. Да? Бля, сидит. О-о-о. Угу, угу, угу. Песос, нахуй. Че, блядь? То есть, вроде бы, видно желание разработчику переделать игру, но, блин, опять же, я говорил-то раньше, такой патч должен был выйти, ну, в крайнем случае, в январе, а не в апреле, когда уже, вот, половина срока жизни игры прошло. Да, еще бесконечный спринт добавили, да. Вроде бы, как бы, рабочие говорят, давай, бегай, бегай, сделай с этой игрой, че хочешь, а. Ну, блин, ну, ну, не весело. Я играю в какой-то, в Counter-Strike, какую-то унылую версию, ебать. Как будто, вот, люди хотели скопировать Call of Duty, как будто, вот, не Call of Duty делали, а какие-то другие разработчики. Игроков вы теряете, блядь. Да, конечно, что-то, блядь. В прыжке у него прицел лучше, чем у меня. Не хочу, ебать. Просто не хочу, ну, все, нет тут ничего веселого. Вот, просто, с унынием, давайте попробую сейчас каждый за себя зайти. Там немного повеселее, там чуть получше. Но, блин, это была первая игра на моей памяти, где в каком-то режиме меня более-менее весело, а не в командном бою. Такого никогда не было. Мой, кстати, сжал, а зачем я это, дропшот? А потом, блин, я реально обратил внимание. Я до этого в Call of Duty никогда не дропшотил. Я играл как нормальный человек, он, может быть, присаживался так быстро, но вот, чтобы вот так быстро ложиться, чтобы противника, а нет. А теперь я понимаю, что это более-менее возможность убить хоть кого-нибудь. Да, 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 вот он, вот он, вот он, контингент, блядь. Во всех предыдущих Call of Duty можно было как-то контрить крыс, здесь нет. Здесь просто играешь для тебя на... Ой, да, 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 понятно, понятно. И дровыки, да, вот просто бешенка на торт всегда. Добей меня съемный дровяков. R2, пресс R2 убил. Все, все, ебать, ничего не надо, больше ничего не делаю. Вот постоянно вот такое чувство, что тебя убили вот по какому-то тупому случаю, тебя не убил по скиллу. Это чувствовать, раз старок, вы увидите, здесь нет. Вот, здесь у тебя убили, и ты чувствуешь, что какая-то херня произошла. Вот я, кстати, говорю про интерфейс. Посмотрите, насколько он здесь простенький. Что тут еще показать? Эмоции. Вот эмоции, это вообще один... Это просто один большой список, вот, особенно в операции. 87 эмоций. И там некоторые повторяются. Нет, чтобы разделить хоть какие-то категории, вот, кроме операции. Нет, ты должен листать весь список, 87, если там что-то тебе выбило, ты должен долистать, чтобы тебя курсом на него поставился, и только тогда... Ой, кстати, Густав Кеннон. Подняли, кстати, задержание воздуха до 10 секунд. Оказывается, раньше было 4 секунды, и... Тоже хороший вопрос, какого хера только сейчас это появилось. И вот, казалось бы, вот я сейчас сделал 5 убийств подряд. Че, проблема, базик? Че тебе не нравится? А я вспоминаю, как я играл это модовый фэр и мастер на карте отсчет. И, по сути, те же снайперки. По сути, я так же там ебошил. Ну, блин. Там было быстрее и веселее. Вот просто чувство фана, вот, какого-то вот элементарного. Здесь я вот как будто на каких-то серьезных щах играю. А зачем мне это? Почему я должен покупать за DLC? Игра не дает мне ответа. Это знаете, вот как у видоса Пидипая. Там недавно было, типа, о, спидраннеры. Типа, вроде кажется, что это так нужно. А на самом деле они просто тратят время зря. Вот здесь у меня примерно такое же чувство. Вроде бы я умею более-менее играть. Вон... КД 1.5 почти. Как и во все других улудите. А толку-то? Интересно ли смотреть это зрителям? Я не уверен. Мне кажется, что нет. Твою мать, ты посмотри на этого дебила. Ты посмотри на этого дебила. Просто прицеле. Просто тупо в прицеле сидит. И нихуя не делает. Потому что показателей скилла в этой игре просто нет. Их показатель усидчивости. Это показатель усидчивости должен работать и в Пубге, и в Фортнете. А не в Колде. Я сейчас его выебу, наконец-таки. Ой, сосей, блядь. Говно кусок. Говно кусок. Просто. Да, опять, опять, конечно, да. На всех картах такая хуйня. Блин, неужели разобычки не дадут, чтобы, я не знаю, мины не ставились на спауне, либо чтобы они не срабатывали, когда чувак недавно заспаунулся. Ну, блин, ну, какого хера? Почему модов Air Master не было? Ну, казалось бы, ну, игры, ну, похоже. Почему там нет? Почему здесь есть? Ну, да-да-да. Классик. Классик. Сиди в углу и дрочи. Молодец. И давайте сразу договоримся, что я не пытаюсь тут засрать игру, потому что я не умею игру играть. У меня кодай 1.45. Во всех остальных клубов дюйти у меня кодай 1.5. Ну, начиная от Black Ops 3, потому что я именно с этой части начал полноценно играть на консоли. Там было, конечно, Адвус ФР, но там я только еще научился-учился, а вот так у меня стабильно 1.5. И здесь, в принципе, тоже 1.45. В чем проблема? Да это просто, ну, просто никак. Не весело, не интересно. Зачем я штаб запустил? Блядь. Где вот сейчас мой матч? Что сейчас с ним происходит? Твою мать, писос. О, отлично просто. Вот сейчас будет, я не знаю... Ну, вообще, на шиппингте я всегда отключаю свой скилл и просто играю в удовольствие, но, блядь. Не знаю, что сейчас будет, посмотрим. Дробовик, наверное, возьму. И буду обмазываться. Вы же слышали вторую выстрел? Че-че! Отличные спауны, просто! Они умудрили спросят спауны в шиппингте. Не то, что будет какая-то нормальная карта, но, тем не менее, это... Меня все равно поражает. Окей. Обнаружен вражеский кросс, переводит тейл. Который происходит в этой игре. Что здесь фаундтрэп вообще на изи? Да, конечно, что-то. Крысит на шиппингте, пацаны! Крысит на шиппингте! А игра... А игра говорит, да, крысь, пожалуйста. Мы ни хуя не сделаем с этим. Крысит на шиппингте! Просрали пацаны, шип, блин, просрали! Он тут же зараспалнуется, да, просто так, как я его убил, да? Даже по вторую, маленький, понимаете? Настолько все плохо. По-моему, в шип-антимоду фаирмастер такого не было. Не то чтобы мне шип и попадалось в свободной игре, должен ли вообще попадаться в свободной игре? Вот хороший еще вопрос. Потому что кажется, что не должен. Знаете, конечно, не хватает, чтобы сейчас был поинт духов, где все окончательно будут обмазываться дробовиками, чтобы показать весь пиздец, который творится, который... Я не знаю, чем на это исправить. Вот никогда такого не было. Самое главное, что я поражаюсь. Fortnite — фри-то-плей игра. Фри-то-плей параш, как я люблю называть. А это играть за 60 долларов. В чем проблема? Почему мне приятнее донатить фри-то-плей параш, чем просто играть в игру за 60 долларов? Фри-то-плей груз. Обнаружен вражеский груз. Перехватите его! Упереб-плей груз готов! прикольно ладно вот это было забавно спидел чё-то ковром бомбардировка из ящика окей-окей ладно каюсь это весело а вот это не весело блять кто-то посмотри ты даже граната не успешки ему кинуть понимаешь пострелять как-нибудь нет граната не долетают все никак ничего все все нахуй он идет 81 ему заебись мне нет да наконец-то господи вот и бомба противника укрытие дропшит единственное более-менее шанс спастись неужели там на 5 оси его нет удивительно как чувство думаешь а теперь тебе дорогие меня за рука тебе даться ебать туда вот реально вот без дропшотов ну тут сдохнешь в этой игре здрасте дорогие друзья сегодня нас high quality геймплей топ кек короче мы сейчас будем тащить и топать и свободной игре ожидаем противника да кстати подписывайтесь на мой канал млг оставьте лайки и вот это все это все это это все это все это сейчас шаги че записывать по этой игре дел с видео но он дел си то геймплей веселый чтобы дел си покупать да не хочу просто че тогда записывать ушки ново обозревать не хочу вон пока они тебе выводу то их успеет понерфить фан с них какой-то нет все просто на вопрос все просто я муж вы знаете чем не повод 2 записано пишите комментарии может быть я чего-то не понимаю я тоже вот поначалу думал блин может быть я игру не понял можно играть как-то на другом пособенно но нет сейчас понимаю что это просто разработчики долбоеба если ничего не сделаю ничего богу сидит сари травовик в углу как выполнять челлендж и чтобы 225 против пистолет пулемета убить когда все играют вот здоровый здоровый камень и мы до друга убили а а а да да это весело нет это посмотри на него он прыгнул блин как в эфир избежал мою гранату ему ничего он масштабный был когда того не задело да конечно ты должен все засрать потому что выбежал хер дробовиком враг номер один пять убийств короче ребят нахуй прилюдно делаю все не хочу не буду освободил место в памяти для нового года вара да как то так пацаны может быть когда-то скачался на ли заново но в целом вот намек я думаю предельно прямой играть не хочу фортнайт веселее а так наверное call of duty наверно поставим буду фэр и мастер и буду в него играть пока не будет блок общей тоже параллельно какие видосики связи с этим записывать я не знаю придется что-то еще с этим придумывать на этом все подписывайтесь хуисывайтесь лайкайте дизлайкайте пишите комментарии какие видосики вы хотите этого хер знает может вам фортнайт нужен друг есть конечно виде фортнайта но в целом это просто мои лучшие моменты будут я не уверен что это вам надо так настолько сильно сколько я думаю всем пока